Добрый день дорогие друзья приветствую вас на канале экономика здравого смысла с вами Ярослав Романчук будьте с нами подписывайтесь мы продолжаем здравый смысл сеять в нашей экономике среди нас друзья тема на сегодняшней сегодняшней передаче источники технологического прогресса все понимают что если есть высокие технологии современное оборудование это большие высокотехнологические рабочие места это производительность труда это высокие заработные оплаты это стабильное быстрое развитие страны вопрос откуда даже исходить источник тех технологий кто должен заниматься технологиями наука исследования внедрениями научных инноваций как должны работать ученые вместе с коммерсантами с предпринимателями для того чтобы страна полноценно была высокоразвитой высокотехнологической первое решение которое предлагает сторонники большого государства давайте мы сделаем так чтобы государство концентрировала в своих руках и инвестиционные ресурсы финансировала ученых через академии наук направляла централизовывала разного рода исследования потому что грубо говоря эти люди лучше знают мы сконцентрируем лучших физиков химиков математиков лучших биологов лучших экономистов и они скажут какие технологии в каких местах дадут нам наибольший эффект это вот такая централизованная государственная научно-исследовательская лаборатория и вот по такому пути шли многие страны в том числе беларусь и куда мы пришли где мы находимся есть является ли беларусь источником современных технологий возьмем любой рейтинг прорывных технологий 4 промышленной революции тех технологий которые обеспечивают сегодня наибольший технологический рост и развитие смотрим высокотехнологические товары которые делают в современном мире начиная от космических кораблей заканчивая смартфонами телефонами и другими источниками дронами теми же да кто делает оборудование оснастку для 3d принтеров для искусственного интеллекта кто делает big data и много-много всего того что на самом деле зарабатывать сегодня большие деньги опять-таки если среди государственных приоритетов те же самые полупроводники которых не хватает в мире если мы посмотрим на карту самых прорывных технологий и сравним их с тем что делает беларусь в рамках государственных программ то к сожалению пересечении будет минимальным только на бумаге на бумаге у нас занимается и нанотехнологиями занимаются нас и биотехнологиями и всем тем что вроде бы модно и под что легко выбивать миллиарды долларов денег на благоплательщиков результат эти люди заинтересованы понятное дело не в результате а в процессе потому что в процессе под ширмой наука технологии выделяется большие деньги тратятся и вот это шарманка такая идет на многие-многие годы вперед мы немножко позже скажем о том какие конкретные проекты были утверждены в рамках инновационных государственных программ и что из этого получилось второй подход это концентрация ресурсов на частном секторе в корпорациях в частных лабораториях в исследовательских центрах те люди которые при университетах при научных центрах при корпорациях разрабатывают внедряют технологии рискуют деньгами вкладывают делают венчурные инвестиции для того чтобы что-нибудь из этого получилось практика последних там трех промышленных революций показывает что государство здесь причине сделала очень малый вклад ну вот как многие говорят что вот интернет военно разрабатывали ну да ты были фундаментально расследу исследования но интернет и остался бы на уровне там четырех компьютеров значит каких-нибудь генералов или полковника в рамках министерства обороны если бы не было предпринимательской среды если бы не было вот этого от живого динамичного желания сделать с этого коммерческий продукт и так оно пошло поэтому если мы смотрим на лидеров сегодняшнего технологического развития это сша в которой 75-80 процентов денег на научное исследование направляют частной корпорации частные лица именно оттуда идет прогресс именно оттуда друзья если же государство вот делает это или например европейском союзе тоже доминирует государственные инвестиции к сожалению европейский союз даже отстал по многим по большим к большому количеству технологий от америки даже от китая от тайваня от южной кореи и мы совершенно четко видим что государство не справляется с ролью инноватора с ролью ученого тем более с ролью того института который должен коммерциализировать данное изобретение и это важный урок для нас в для беларуси для украины для россии которые тоже стремятся преодолеть этот вот большую разницу между уровнем страны с низким уровнем развития и высокотехнологическим высоким уровнем развития как только чиновники взяли в свои руки какие-то технологии будьте готовы к тому что они будут сосать из бюджета но не толку этого никакого не будет будет научной лаборатории будет процесс но результата друзья не будет а как же добиться высокотехнологического развития есть целый ряд способов инструментов проверенных например привлечение прямых иностранных инвестиций то есть если мы создадим условия в которых многие научно-технические лаборатории цепочки придут в беларусь через корпорации через ведущие компании то с нами будут делиться нематериальными активами знаниями наработками исследованиями наши ученые будут удар там работать в конце концов это будет частью вот это нашим нового научно-технического потенциала как показывает практикой докладах юнгтат он да мы видим что те страны которые именно так поступили через прямые иностранные инвестиции они резко увеличивают возможности экспорта развития тем более высокотехнологического экспорта значит там выше производительность труда и постепенно если настроена система образования инфраструктуры страна повышается и делает все больше научных технологических открытий и товаров продуктов сама вот это очень важный продукт есть еще один очень важный способ это через глобальные цепочки ценности когда есть какая-то большая корпорация которая работает по всему миру и вот какие-то компоненты необходимо сделать условно в беларуси что нужно лет для этого для того чтобы частью стать этой системы понятное дело нужно чтобы было верховенство права чтобы были международные стандарты была инфраструктура был человеческий капитал и было как было конечно же очень благоприятное налогово-регуляторное законодательство в беларуси это есть нет поэтому нас и глобальные цепочки заходят какие с табаком с газированными напитками с теми вещами которые не требуют каких-то высоких технологий это то что нужно потребителям на локальном рынке на целом ряде региональных рынков но не более того никто здесь не будет размещать производства роботов на какие-то супер современных компьютеров либо космических технологий потому что у нас мало того что нет верховенства права и несправедливых судов у нас нету защиты интеллектуальной собственности это тоже большая проблема друзья поэтому опять-таки вот механизмы которые используются в мире для того чтобы добиться высокопрогресса япония прошла через это южная корея прошла через это германия после второй мировой войны прошла через это ирландия нету страны которые бы самостоятельно за счет стимулирования внутреннего рынка добилась высокотехнологического производства потому что надо признать наша ученая учебная школа наши ученые хоть они будут очень хорошие и толковые вот но там нет ресурсов нет инфраструктуры нету доступа к современным инструментам исследования нету вот включение в сетевой компонент мировой который необходим для того чтобы из этого получилось хорошие коммерческие продукты и когда белорусские власти говорят вот такие закидоны типа мы будем делать конкуренты тесле ну попробуйте сделайте давайте что получится мы будем делать конкуренты там помните с беларусь стала космической державой наш спутник белка полетел и 100 сколько мы на этом заработали сколько мы потеряли представьте пожалуйста баланс и сдержек и выгод для конкретной страны это конечно освоение ресурсов а национальной академии наук страховые компании все они получили свое а мы налогоплательщики страна что из этого получила поэтому когда читаешь государственные инновационные программы просто либо смех берет либо оторопь либо это действительно хороший материал для стендап комиков классический пример один из моих любимых по производству африканских сабов в беларуси по выращиванию нас рыболов рыбное хозяйство такое мощное вот сделали в брестской области такой сюжет вложили туда десятки миллионов долларов и что на выходе получилось не пошли сами не растут сам и есть целый ряд таких гротеск ных примеров когда в рамках инновационного развития построили целое предприятие новое с нуля до и оказалось что нужно будет его переделать потому что оборудование нельзя туда по размерам за запихнуть вот такой уровень опланирования а чего стоят инновационные продукты виде упаковки виде тканей вот читаем мы программу которая была принята буквально в сентябре двадцать первого года инновационного развития на двадцать первые двадцать пятые годы и там например есть такая замечательная такое замечательное положение да как строительные строительство новой этилен пропиле новой установки на заводе полимер почему вдруг какой-то конкретный полимер этилен пропилену является инновационным товаром почему это должно быть за деньги налогоплательщиков никто не объясняет типичный грубый лоббизм перед нами и я не знаю вот если знаю многие высокотехнологические товары но чтобы среди них был этилен пропилен ни разу не слышал либо разработка инновационных технологий производства пряжи и новых тканеподобных трикотажных изделий это явный лоббизм сукно барановического хлопчатобумажного предприятия и всех тех химволокно которые собственно ищут себе сбыт и вот если такая строчка в этой программе есть значит чиновники распорядители потребителей чужого просто берут деньги с наших карманов и осваивают и для того чтобы потом показать какой-нибудь чиновнику кусочек ткани и сказать вот эта ткань очень хорошая она порвет буквально мировой рынке проходит год-два ткани нету инвесторов нету а дыра в бюджете есть и нам предлагают помните пресловутый пример инновационного развития джинсы чуть ли не за 100 долларов потом цена снизилась льняных хлопка хлопковых джинсов до 60 долларов и те кто знает сколько стоит по обыкновенной джинсы понимает что там очередной развод под под эгидой государственных инновационных действий и вот такого рода вещей которые мы видим там это может связано быть с строительными материалами берет отдельно предприятие выделяет оформляет это в какую-то там наукоподобную значит заголовок и пропихивать через совет министров а потом мы говорим мы 20 процентов всей промышленной продукции это у нас инновационная продукция забывая только о том что белорусское определение инновационного продукта сильно отличается от того что есть такой инновации во всем мире мы сами себя обманываем сами себе просто распределяем эти ресурсы по карманам красный директоров холдингов государственной корпорации чтобы потом сказать вот у нас была сначала тяпка потом мы сделали тяпку с нано напылением и вот наш интеллектуальный технологические продукты беларусь вообще высокотехнологическая страна но есть целый ряд рейтингов которые показывают сильные стороны беларуси которые показывают чеш наши сравнительные преимущества друзья есть глобальный индекс инноваций беларусь там занимает 62 место но вроде бы неплохо да но из 39 стран рейтинга в европы да мы 36 то есть те страны которые непосредственно странами конкурируют нас опережает попробуйте конкурировать с поляками с немцами итальянцами и французами с эстонцами в которые включены в эти самые глобальные цепочки у которых объем прямых иностранных инвестиций на душу населения в разы превышает тот который есть беларуси сложно там есть права собственности там есть доступ к мировым глобальным цепочкам стоимости беларуси этого нету конкурировать невозможно но 62 место говорит о том что у нас очень хороший человеческий потенциал на уровне среднего образования на уровне университетов техническое образование наш пвт это вот гимн физико-математической школе беларуси который сохранился старых времен но если будет такое отношение к пвт программистам к людям ума которые за ленточку белокрасно-белую за высказывание в интернете которые дают штраф или сутки этого потенциала очень скоро не будет есть еще один интересный ренте который называется инди-глобальной конкурентоспособности талантов беларусь двадцать первом году заняла там 50 место тоже высоко то есть таланты которые готовятся у нас системе образования выходят на рынок труда и сталкиваются с жестокой реальностью с госпредприятиями которым эти таланты не нужны иди подними подмети подай принеси либо сталкиваются жестким значит ограничениями в плане правления гражданской оппозиции творческой позиции я уже не говорю про наличие вот это творческой среды которая необходима которой гордится кремниевая долина и научные центры я не говорю про включение финансовую систему мира я уже не говорю про омона экономика которая сегодня есть и когда вот эти таланты наши начинают себя реализовывать куда они что не делают правильно они пакуют чемоданы и переезжают другие страны тем самым вся система начального среднего высшего образования беларуси особенно связано с техническими знаниями работает на другие страны она бы работала и нашу страну друзья но к сожалению таланты люди творческие люди предприимчивые в беларуси и для омона экономики не нужны поэтому высокотехнологического прогресса в беларуси код наплакал поэтому у нас есть его имитация а когда ты начинаешь говорить про необходимость развития человеческого капитала как главнейшего драйвера развития в 21 веке тебе говорят ну иди вот академии управления закончи вступи в барсм сто процентов распишись в лояльности власти и не лезь никакую политику вот друзья к сожалению или к счастью человеческий современный капитал так не работает и мы видим совершенно четкую корреляцию между тем как белорусские как власти как власть государства относится к талантам насколько она поддерживает и охраняет свободу творчества свободу предпринимательства экономическую человеческую свободу в целом и тем развитием которые она получает вот такой главный вывод друзья будьте свободными подписывайтесь на наш канал креативте включайтесь глобальной цепочки талантов и будет вам благополучие будет там счастье и постепенно мы убедим наших властей в том что главное друзья свобода через свободу технологический прогресс же беларусь пахнет шабур пахнет вечно